Доброе утро, дорогие радиослушатели и телезрители! В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева, за режиссерским пультами Екатерина Голикова и Николай Слепцов. На календаре сегодня 21 апреля, среда, и в сегодняшнем выпуске ожидаются самые разные темы для беседы. Так, в ближайшее время мы поговорим об экономической переписи малого бизнеса. Далее познакомимся с победителями конкурса фонда президентских грантов, а после посетим школу драматургов Арктики. Не забывайте, мы всегда работаем только в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте вопросы нашим гостям. Телефон в студии прежний 320066-32166. Ну и, конечно же, наш WhatsApp номер также работает. Его номер 8964-428-8818. А между тем в Якутии начался второй этап экономической переписи малого бизнеса. Для чего проводится эта перепись и какие данные необходимо предоставить? Об этом нам расскажет заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по республике Саха-Якутия Велена Константинова. Доброе утро, Велена Афанасьевна. Здравствуйте, Ларина. Почему проводится перепись малого бизнеса и почему предприниматель должен ее пройти? Ну вот, переписью малого бизнеса или экономической переписью мы называем сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого предпринимательства, которое у нас проводится в соответствии с законом о развитии предпринимательства Российской Федерации с периодичностью один раз в пять лет. Участие в нем является обязательным для всех субъектов малого предпринимательства, для индивидуальных предпринимателей, для малых и микропредприятий. Свидения, которые предприниматели указывают нам в статус отчетности, они потом используются для оценки малого бизнеса, развития малого бизнеса в стране, в регионах, в районах, их вклад в основные экономические показатели, экономические, да, по республике или по регионам. Кроме того, значит, мы видим, какие новые виды деятельности появились у этого сектора, очень мобильного, активного, какие виды услуги они оказывают, новые какие-то появляются с каждым годом. А также, конечно же, на основе всех этих данных принимаются важные государственные программы для поддержки и развития малого предпринимательства. Это очень важно как раз сейчас, в период пандемии, когда в 2020 году практически полгода или даже год многие предприниматели сидели без работы, и поэтому мы как раз увидим, насколько вот падение или сохранится какой-то показатель по малому бизнесу. В рамках переписи у нас разработаны две формы. Малые предприятия у нас отчитываются по форме МПСП, так называемые. Это сведения о деятельности, об основных показателях малого предприятия. А для индивидуальных предпринимателей у нас форма «Один предприниматель», сведения о деятельности индивидуального предпринимателя. А сколько процентов отчетности на данный момент обработано? Ага, вот мы собираем отчет уже начиная с 15 января. На сегодняшнюю дату мы собрали порядка 70% отчетов от всех респондентов. По индивидуальным предпринимателям там процент немножко низкий, 67% сдали нам отчетность и 80% малых предприятий отчитались. Вообще у нас порядка 30 тысяч недоступных предпринимателей в республике должны сдать отчетность и порядка 10 тысяч малых предприятий. Вот из этого количества получается. И хочется отметить, что высокий процент сбора у нас отмечается именно в тех районах, где идет активная поддержка администрации данных районов или наследов, центров «Мой бизнес». Они оповещают своих предпринимателей о том, что проводятся обследования, что необходимо сделать отчетную статистику. И вот так лидерами среди районов в настоящее время у нас являются Горный, Амгинский, Таттинский, Намский, Кобяйский, Тампонский и Верхневиджевские районы, вот среди крупных и средних. А среди северных — Лаеховский, Аннабарский, Среднеколымский и Нижнеколымский районы, где процент сбора уже переварился за 90%. То есть они близки к окончанию, можно сказать. Среди крупных территорий, больших городов можно выделить Мирнинский, Хангаласский и Ленский районы, где более 75% предпринимателей тоже сдали отчетность. А если говорить о городе Якутске, у нас в городе Якутске, конечно же, сосредоточена практически половина всех предпринимателей республики. Малых предприятий, да, предпринимателей, 49% там, с чем-то процента, да. То есть здесь доля читавшихся по городу Якутску, она составляет 64%. Конечно же, это связано и с большим массивом количества предпринимателей, с тем, что очень мобильный данный сектор, они работают, зарегистрированы в одном месте в районе, скажем, работают здесь, и мы их вот ищем по двум адресам, получается. Нет таких вот актуальных контактных данных, ну, то есть при регистрации они указали одно, потом они переехали в течение там скольких-то лет, да, и потом, получается, вот эти вот поиски ведутся. Ну и также, что адреса фактического члена, я уже сказала, вот это вот, да, все влияет. Ну, хочется сказать, что аналогичная ситуация у нас и наблюдается во всех регионах Российской Федерации. Мы ведем мониторинг, Росстат ведет мониторинг по всем регионам, и если сравнивать себя, скажем, среди 11 регионов Дальнего Востока, то у нас по количеству сдавших отчетность индивидуальных предпринимателей Якутия находится на втором месте, а по малым предприятиям на четвертом месте. Ну вот до 30 апреля у нас заканчивается как раз-таки сбор отчетностей, но об этом я еще расскажу. Если организация не ввела деятельность в прошлом году, в 2020, да, или была ликвидирована в начале этого года, то надо ли ему сдавать отчет по сплошному наблюдению? Да, в таком случае, даже если не ввели деятельность в 2020 году или ликвидирована в начале 2021 года, в первом квартале, да, то необходимо сдать отчетную статистику обязательно. При этом респонденты, которые не ввели деятельность в 2020 году, они сдают в упрощенном порядке, они сдают, отвечают на первый вопрос, там, осуществляли ли вы деятельность в 2020 году, они отвечают нет. И дальше переходят к последующим двум вопросам, это имели ли они основные фонды, здания какие-то или там автомобили и так далее, да, машинооборудование, и осуществляли ли они инвестиции в основной капитал, то есть закупались ли какие-то, были ли затраты на закупку основных средств. Ну и то же самое для малых предприятий, для предпринимателей, получается, они отвечают нет, и вот отвечают очень кратко. Расскажите о сроках, да, до какого числа нужно сдавать отчетность, и вообще сложно ли подавать отчетность? Ага. Ну сейчас вот до какого? Поскольку вот через портал Госуслуг, вообще у нас основная, вот первый этап, как мы сказали, да, закончился 1 апреля, но тем не менее через портал Госуслуг у нас открыта возможность всем тем предпринимателям и малым предприятиям, кто имеет учетную запись на портале сдать отчетность до 30 апреля. Поэтому мы пользуемся этим лагом времени и собираем традиционным способом, бумажные или через электронные почты и так далее, просто напрямую на сайт Росстата, также до 30 апреля. То есть у нас осталось буквально 10 дней до окончания. Поэтому вот я как раз таки сегодня пришла и хочу призвать всех тех предпринимателей, кто еще по каким-то причинам не представил данные в статистику, воспользоваться вот этим оставшимся временем и до 30 апреля сдать свои сведения. Если есть какие-то вопросы по сдаче отчетности или по заполнению бланков, или как нам сдать отчетность через сайт в электронном виде или госуслуги, ну, вопросы разные возникают, вы всегда можете открыть наш сайт saha.gqs.ru, и там на главной странице у нас есть активный баннер, нажав, куда вы попадаете в раздел для предпринимателей, где все очень подробно и доступно, в принципе, указано. Сразу на главной странице. Получается, что именно там тоже будет зафиксировано, каким образом можно через госуслуги подать отчетность. Да, там все как раз эти вопросы, каким способом, какую именно отчетность и так далее, какие данные, все-то есть, бланки там находятся, ну и так далее. Ну и, короче, еще хочу сказать, что у нас есть телефоны, по которым они могут обращаться в Саха-Якутистат. Это 40 44 10 и 42 47 77. Позвонив по этому телефону, вы также можете даже предоставить отчетность через телефон, если вы не можете, нет никакого доступа к интернету и так далее, то просто через телефонный звонок. Заполнение анкеты вообще у нас не требует много времени, это всего лишь там 10-15 минут, порядка 80 вопросов у нас, ну, такого анкетного характера. А что делать, если при заполнении были допущены ошибки? Исправленные отчеты мы также принимаем до 30 апреля любым удобным способом. Даже если вы сдали в электронном, то потом ошибочку можно исправить, позвонив и так далее, да, по указанному, то, что я сказала, номерам. А если ошибку обнаружили наши специалисты, то мы выходим на исполнителя данной формы и уточняем все наши вопросы. Стандартные ошибки, которые встречаются в отчетности, это в единицах измерения, там вместо 1000 рублей указывают в рублях, бывает, да, ну, такие ошибки, это миллион превращается в миллиард, там, в общем, на это необходимо обращать внимание. В неполном заполнении, когда там 1-2 вопроса отвечают и дальше не заполняют отчетность, также там неверные коды классификаторов указывают, ну, по всем возникающим вопросам, естественно, да, обращаться статистику. А могут ли индивидуальные предприниматели отказаться от переписи, и что будет, если он не пройдет ее? Ну, я уже до этого сказала, что в соответствии с законом о развитии предпринимательства, участие в переписи малого бизнеса является обязательным для всех респондентов, поэтому отказаться нельзя. Уклонение от ответов или нарушение порядка, оно приводит к ответственности административной по кодексу обозрительных предпринимательств. Там у нас есть определенная сумма штрафов для предпринимателей, для малых предприятий. Поэтому, ну, я считаю, что если гражданин принял решение стать предпринимателем или открыть свое предприятие, то принимает на себя определенные обязательства перед государством, сдает налоги или так далее. И одним из обязательств является вот как раз-таки предоставление составления статка отчетности. Велена Фантасиевна, я знаю, что сейчас идет, проходит перепись населения. Вот расскажите, пожалуйста, как продвигается работа. Как раз-таки у нас сейчас в апреле проводится первый этап переписи населения именно в труднодоступных районах. В республике у нас перепись проходит в 15 районах, в 8 из них полностью весь район охвачен и в 7 частично. Именно труднодоступные регионы. Вся информация также у нас находится на сайте. Потом, значит, мы пытаемся активно публиковать наши сведения на нашем инстаграм. Дальше, значит, ну и даем интервью и так далее, чтобы информировать население о том, что сейчас проходит перепись и необходимо принимать участие. А как проходит вот эта перепись населения, особенно в труднодоступных местах? Вот каким образом? Человек выезжает? Вот как раньше это делали? Да, это перепись, конечно же, мы ее называем первой цифровой переписью. Потому что появилась возможность у всех граждан, тем, кто имеет доступ к порталу госуслуг, пройти перепись там индивидуально. Но, естественно, мы знаем, что на северах и так далее у нас интернет очень плохо работает или практически нет его. Поэтому сохранен также и способ обычный, ну как традиционный. То есть выезжают наши переписчики и на бумажных носителях проводят анкетирование. Какие вопросы обычно задают в этих анкетах? Ну, анкеты такие о составе семьи, о гражданине, где он родился, там и так далее. Потом, значит, вопросы о месте проживания, о жилищных условиях, в каких он проживает. Есть вопросы о национальности, о языках, которыми он владеет, используется. В общем, такие вот. Огромное спасибо за интересную беседу. Я с вами прощаюсь. Дорогие друзья, наша программа продолжается. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Через несколько мгновений мы снова с вами встретимся и поговорим уже с победителями конкурсов фонда президентских грантов. Доброе утро. Программа «Якутск» сегодня продолжает свою работу. И я спешу познакомить вас с победителями конкурсов фонда президентских грантов Николаем Тарабукиным и Василием Домотовым, которые на реализацию своего проекта получили 4 миллиона рублей. Напомним, что конкурс фонда президентских грантов проводился в прошлом году и всего было подано рекордное количество проектов за все время существования этого конкурса. 11 тысяч 85. 2 400 из них по результатам независимой экспертизы получили поддержку на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. По словам представителей конкурса, наиболее успешными оказались грантовые направления, такие как охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан и поддержка проектов в области науки, образования и просвещения. А вот Николай и Василий получили поддержку на реализацию своего проекта в направлении окружающая среда и защита животных. Их проект называется «Человек. Друг. Животных». Доброе утро. Николай, доброе утро. Василий, скажите, вот на что направлен ваш проект? Вообще расскажите о своем проекте. В 2020 году мы с центром по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия стали победителями гранта президента Российской Федерации. Наш проект называется «Человек. Друг животных». И в рамках проекта мы должны стерилизовать и хастрировать домашних и бездомных животных. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что вы можете смело звонить нам в студии и задавать вопросы гостям. Телефон студии, я напомню, 320066-3211-66. И также у нас работает WhatsApp номер 8-964-428-8818. Итак, продолжим. Беседа Николая, Василий, а проект уже, получается, запущен. Расскажите, как продвигается работа, что вы уже сделали и что предстоит сделать? Проект мы начали с сентября 2020 года. И на данный момент мы уже стерилизовали и хастрировали более 1300 голов домашних и бездомных животных. Ну, основная масса у нас домашние пока идут, и безнадзорные вот через зооволонтеров и зоозащитников тоже работают. А как вы находите животных? Люди к вам сами обращаются, да? Люди сами записываются, и где-то зооволонтеры тоже заинтересованы и приходят. А на какой базе, где именно вы делаете операции? Операции делаются на базе ветеринарной клиники Айболит, Арктическое государственное университет. И уже мы там каждый день работаем. Вот вы сказали, что уже более 1000 голов стерилизовали. А вообще, если говорить, сузить сроки, сутки, в месяц, сколько вы проводите операций? Ну, где-то больше 10 в день, и получается где-то больше 100 в месяц. Получается. Ну, также я знаю, что в рамках этого гранта вы должны вести плотную работу с волонтерами, да? Расскажите, вот как проходит обучение волонтеров, вообще кто они ваши волонтеры? Здравствуйте, меня зовут Василий. Я являюсь руководителем волонтерского ресурсного центра Академия. У нас в основном это волонтеры, это студенты Арктического государственного агротехнологического университета, то есть это ветеринары, которые уже имеют навыки работы, проведения операций, да, допустим. Вот кастрация, это не очень сложная операция, а стерилизация это сложнее, поэтому все операции, все манипуляции проводятся под руководством и вместе с преподавателями, с опытными хирургами. Как много волонтеров у Вас на сегодняшний день? На сегодняшний день в реализации проекта участвуют свыше 30 волонтеров, но они посменно работают, чтобы у ребят было время и на свои занятия, на личную жизнь, наконец-то. Как вообще Вы проводите обучающие семинары, как проводится работа с волонтерами? Вот обучающие семинары сначала проводились по зоопсихологии, чтобы уметь находить контакт с животными, потому что, как и у людей, у собаки, у кошек есть несколько видов темпераментов, и они ведут себя абсолютно по-разному. Поэтому нужно ориентироваться по их поведению, как с ними общаться и как это все делать. Потом уже по технике безопасности, потому что здоровье наших детей для нас более важно, да? Это первостепенное, потому что какими благими мы целями не руководствовались, мы должны, во-первых, беречь жизнь и здоровье своих ребят, своих волонтеров. И после этого они уже проходят более узконаправленную подготовку по хирургии и уже начинают помогать, ассистировать. А у кого, ну, есть уже опыт, те под руководством опытных хирургов уже занимаются непосредственно самими операциями. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Очень хорошая передача. Я бы хотела уточнить насчет кастрации кота в Сайсарском округе, поселок геологов. Поблизости есть? Угу, спасибо. Или еще на дому можно пригласить? И сколько это будет стоить? Спасибо за звонок. У нас сейчас вот в рамках проекта все эти манипуляции на базе ветеринарной клиники Айбелит проводятся бесплатно. Нужно просто записаться по стационарному номеру 36-52-01. Угу. Записаться и потом подойти бесплатно, да? Айбелит вообще клиника где находится, в каком районе города? Айбелит находится в Сайсарском районе, возле факультета ветеринарной медицины. Это Чайковского 32-1, корпус 1. Угу. Так, и еще, ребята, я знаю, что в рамках этого гранта вы должны как-то вот проводить беседы с владельцами, да, кошек и собак. Вообще, как вот реагируют владельцы, что нужно их, питомцев любимых, стерилизовать, кастрировать, делать больно, вести на операцию? Насчет больно я с вами не соглашусь, потому что все манипуляции делаются под анестезией. То есть, животное не чувствует боли. Угу. И проходят необходимый премикадекционный период, когда вот ему вводятся анальгизирующие средства, обездвиживающие средства, и операции сами для животных практически безвредные. Но в некоторых случаях приходится дополнительно вот период восстановления. А вообще, что сложнее? Какую операцию сделать сложнее? Кастрацию или стерилизацию? Сложнее, конечно, стерилизация. Стерилизация – это полостная операция. Поэтому это... И потом питомец после этой операции, ну, дольше находится под наблюдением, да, ветеринара, я так понимаю? Ну, у нас сразу эти хозяева забирают. В тот же день? В тот же день забирают. В основном это выход из наркоза бывает свойственным. И индивидуально каждое животное переносит под свою. И так восстановление не так уж заметно. А есть ли противопоказания у животных? Кому нельзя идти вот на эту операцию? Нельзя. В основном только в слишком раннем возрасте и во время течки или гона. А насчёт раннего возраста, это вот какого вы имеете в виду? Половозрелый возраст собак и кошек в основном начинается в среднем от 8 месяцев. Ну, желательно нужно после 8 месяцев, когда кошка или собака уже полувозрелая и всё у него сформировалось. То есть ближе к году получается, да? Ну, Василий, вы не договорили насчёт реакции владельцев. Как они обычно реагируют? Вот, допустим, мы проводили два семинара для владельцев животных на базе нашего университета с привлечением вот наших... Ветеринаров, да? Да, не только ветеринаров, но и паразитологов, вот, кто по уходу, там. Ну, все, допустим, которые необходимы для навыки, для вот завозчиков животных, да, для владельцев, им было объяснено. И люди очень охотно, во-первых, ходят на этот семинар, и они очень... им интересно, допустим, как правильно ухаживать за своими животными, что нужно делать, чтобы сохранить его здоровье и продлить их жизнь. Потому что животные, это же, как члены нашей семьи, у меня у самого кошка, она стерилизованная, ей 19 уже лет. О-о-о! А что насчёт породистых вот питомцев? Наверное, всё-таки не всем это дано, и не все захотят. Ну, породистыми мы основном занимаемся заводчики, и там заводчики сразу дают рекомендацию, это животное можно уже пустить на потомственное. И бывает, заводчики запрещают. Ну, немножко другая история получается, да? А вообще, какие цели вы преследуете, и каков ваш конечный результат этого проекта? Проект, основная цель проекта – это уменьшение количества безназотных животных. Потому что безназотные животные в основном всё равно появляются из-за халатности хозяевов. Вот на это и направлены наши проекты. А какие результаты вы уже видите сегодня? Результат? Я думаю, результат будет виден уже через год. У нас, ну, как пройдёмся по городу, уже будет видно по количеству в радиосях. К нашей беседе присоединяются телезрители и радиослушатели. Доброе утро, мы вас слушаем. Вопрос из города Вилюйска, Николаева Наталья Семёновна. Очень приятно. Такой вопрос. Что бы они сказали о проблеме безнадзорных собак, которых становится очень много, ходят с таями, нападают на людей? Очень боимся выходить на улицу, а очень опасно для маленьких детей, и особенно для пожилых. Да, абсолютно согласна с вами. Спасибо за звонок. Что вы можете сказать по этому поводу? Именно эту цель вы и преследуете. Да, мы эту цель преследуем, поэтому нужно с районов, с улусов также принимать участие в таких грантах или в грантах муниципалитетов тоже можно. Это одна из сторон решения этого вопроса. У нас в студии снова звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Так, звонка нету, я ошиблась. Скажите, пожалуйста, насчёт звонок поступил уже с Вилюйска, а вы не планируете расширить свою географию? Данный проект у нас география Пригород и город Якуск. Но может быть в будущем? В будущем, может быть, дадут. Ещё будем участвовать. Что ж, огромное спасибо вам, ребята, за то, что нашли время, пришли к нам в студию и рассказали о своём замечательном проекте. Я желаю вам удачи и отличного настроения. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, через несколько мгновений... Друзья, все мы прекрасно знаем, помним и гордимся тем фактом, что два года назад Якутия получила признание во всероссийском конкурсе как самый читающий регион. Но не секрет, что о писателях Арктики мало сегодня кто знает. Проект федерального значения «Школа драматургов Арктики» ставит своей целью прорвать оборону вечной мерзлоты и представить арктическую литературу во всей её красе. И более подробно об этом проекте, об этой школе нам сегодня расскажет соавтор проекта, продюсер Дарья Ермолаева. Доброе утро, Дарья Павловна. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что за школа такая уникальная? Дело в том, что мне посчастливилось познакомиться с продюсерами Санкт-Петербурга Милой Кудряшовой. С ней мы делали первый проект уже российского международного значения о динозаврах Якутии. Кстати, сейчас идёт голосование. Нас выдвинули в номинацию национальной премии «Хрустальный компас». И на сайте этой премии идёт голосование. В номинации «Лучшая информационная поддержка проекта». То есть мы сможем проголосовать? Да, каждый сможет до 30 апреля проголосовать. И, возможно, НВК Саха, поскольку мы в этом проекте были и информационным партнёром, и организатором съёмок здесь, в Якутии. Поэтому я думаю, что население должно поддержать динозавров Якутии, потому что, возможно, это будет второй бренд после мамонтов. Здорово. Да. И вот благодаря этому проекту с Милой Кудряшовой мы задумали другой проект под названием «Школа драматургов Арктики». Этот проект тоже поддержан фондом президентских грантов. И мы проводим мастер-классы с писателями-драматургами, пишущими об Арктике. Дело в том, что это очень интересная тема, во-первых. Во-вторых, когда мы задумывали этот проект, оказалось, что, в принципе, чистых драматургов-то у нас в республике не так много. В основном это писатели-празаики, поэты и так далее, и так далее. Удивительно то, что они, кроме этого, еще занимаются и другой деятельностью. Кто журналистикой, кто преподаванием, кто еще чем-то. Потому что, увы, писательская стезя не дает, как бы, на чай на хлеб, как говорится. Не так часто. И когда подбирали участников мастер-класса, оказалось, что действительно есть люди, которые вообще вышли за пределы нашей республики, которые известны и по России, и на международном уровне. Это Андрей Геласимов, Владимир Николаевич Федоров. Почетным гостем был Дмитрий Глуховский. Кроме этого, у нас в мастер-классах будут и Сенекер Семен Ермолаев, Иван Иннокентьев, Левочкин Владислав, первый заместитель министра культуры по делам. Уже драматург писатель. Да, 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 культуры и духовности. Так и будут три драматурга, которые уже громко заявили о себе. Это Утум Захаров, Ираида Попова и Надежда Ильина. Это новые имена, с которыми, мне кажется, будет людям очень интересно познакомиться. И мне кажется, что этот проект еще интересен тем, что он ведет такую параллель. Знаешь, Елена Степана Миронова в свое время вела у нас на НВК САХА проект, назывался «Келли Лорси Гергегех». Она беседовала с писателями, литераторами, прозаиками. И когда-то мы на новый формат переводили. Это были люди, родившиеся в первой половине 20 века. А сейчас наши драматурги-писатели это представители, родившиеся во второй половине 20 века. это, о которых еще не так много пишут. Они сами себе прокладывают путь, потому что и сами драматурги признались в том, что драматургов мало печатают, к сожалению. Поэтому этот проект нацелен на то, чтобы обратили внимание не только на тему Арктики, но и на писателей-драматургов из Арктики. Потому что интерес есть. А я еще знаю, что в рамках этого проекта вы проводите различные конкурсы, квесты. Да, да, да. Значит, уже конкурс был до мастер-классов. Мы провели конкурс. Мы его назвали «Узнай больше об Арктике, задай вопрос автору». И все наши драматурги, участники мастер-классов, со всеми с ними должны были ознакомиться. Зрительская аудитория. У нас есть сайт «Школа драматургов Арктики». И задать вопрос. Эти вопросы звучат на мастер-классе. И автор во время этой прямой трансляции выбирает лучший вопрос и с автографом дарит свою книгу. Конкурс продолжается сейчас, да? Конкурс закончился. Но вопросы уже поступили, и мы их потихонечку знакомим с авторами. А вот какой, на ваш взгляд, самый интересный вопрос был задан? Самый интересный звучал очень прозаично. Он понравился Дмитрию Глуховскому. Вышел молодой человек и сказал, у вас был творческий кризис? Он, конечно, засмеялся, сказал, молодой человек уже задумывается о творческом кризисе. К счастью, творческого кризиса у него не было. Он сказал, что больше путешествуйте, больше узнавайте мир для того, чтобы творческого кризиса у вас не было. Ага, я хочу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам в студию и задавать вопросы нашей гости. Сегодня мы говорим о школе драматургов Арктики. Телефон в студии 320066, 32166. И сейчас у нас есть телефонный звонок. Телефонный звонок сорвался. Дарья Павловна, скажите, пожалуйста, я еще знаю, что у вас есть некие театральные читки. Что это такое? Кто в нем может принять участие? И что читают? Дело в том, что каждый автор, участвующий в мастер-классах, он представил фрагмент своего произведения. И молодые актеры из Санкт-Петербурга на легендарном ледоколе Красин уже прочитали эти фрагменты. И на каждом мастер-классе мы показываем этот фрагмент автору и зрителям, участвующим на этих мастер-классах. И любопытно то, что слово звучит очень интересно в эфире. Мы же привыкли видеть, на сцене видеть. А тут, значит, люди читают текст. И этот текст уже дает совершенно другую энергетику, дает другие мысли. Потому что я помню, в свое время на радио всегда делали радиоспектакли. И я их обожала слушать. Это же тоже слово звучащее. И поэтому это очень интересное направление работы, я считаю. А кто в Петербурге участвовал в этих читках? И кого читали? Ну, режиссер Ксения Никитина, она сама пригласила молодых актеров. Читали все произведения наших писателей, которые участвуют в мастер-классах, фрагменты произведений. Я так понимаю, что эта школа объединяет и молодых, в том числе, начинающих писателей. А скажите, много ли их вообще в нашей республике? К сожалению, не так много оказалось. Вот как раз из плеяды громко заявивших о себе, это вот я назвала Утум Захаров, и Раида Попова, и Надежда Ильина. И с ними наши зрители сумеют познакомиться. Нужно сказать, что в этих мастер-классах принимает участие и читательская аудитория, они могут прийти. Это каждую пятницу в пять часов вечера мы собираемся в историческом парке «Россия. Моя история». И там, в зале республика, проходит эта трансляция. Кроме этого, к нам подключаются и российские города другие. У нас в свое время были и Москва, и Санкт-Петербург подключался, и Севастополь, Мирный, Нейрингре. Сейчас мы планируем еще, чтобы подключались и Хабаровск, потому что там есть театр, который ставил три спектакля «Сенекер». Я очень надеюсь, что они тоже примут участие в этом обсуждении. А что им интересно иногородним слушателям, зрителям? Какая тема их интересует? Им интересно все, особенно касающиеся северного характера типажа. им интересно. В основном, они север как воспринимают? Через Джека Лондона, допустим. И вот, кстати, мне очень понравилось, Андрей Геласимов обратился к нашей аудитории творческой и сказал, «Вы знаете, тема Арктики сейчас очень востребована, но и свободных мест очень много. Вы, пожалуйста, поторопитесь занять место, потому что иначе потом будет уже поезд уйдет». И вот он привел пример Джека Лондона, что он показывал север с точки зрения пришлого, приезжего человека. А наибольший вариант того, что именно человек, живущий вот на этой территории, может изнутри показать, какой на самом деле север, какова Арктика и чем и как живут люди. А вот интересно, тогда о чем пишет молодежь? Какие темы сейчас востребованы? Все-таки от развития технологий и глобализации никуда не уйдешь. И поэтому, конечно, начинающие драматурги пишут о том, что их волнует вот в нашей реальной жизни. К истории они не обращаются, потому что для того, чтобы заниматься историческими темами, это надо действительно изучать все это, как Владимир Николаевич Федоров, например. Вот как он говорит, что чем больше ты изучаешь тему, тем быстрее, как будто бы космос тебе отправляет нужных людей, нужную литературу, нужную ситуацию, атмосферу и так далее. И это помогает представить, как будет выглядеть спектакль, допустим. Мне еще понравилось, знаете, что у Дмитрия Глуховского, он понимает, что не до каждого читателя, возможно, доходит произведение автора, он начал вести эксперименты, он делает аудиозаписи своих произведений. Это ведь тоже интересно, потому что сейчас молодежь вот телефоны, наушники, а тут включил, послушал и как бы обогатился. Восприятие другое уже. Да, и восприятие другое. Человек всегда может сам домыслить, потому что фантазия человеческая, она безгранична. Как примкнуть в школе драматургов Арктики? Очень просто. нужно просто вот здесь у нас есть адрес сайта, можете просто набрать школа драматургов Арктики и сразу увидите сайт и есть номер телефона, по этому номеру позвоните и можно спокойно прийти и принять участие. Мы будем проводить мастер-классы до 15 мая этого года. Осталось еще 4 мастер-класса каждую пятницу. Что ж, огромное спасибо за интересные беседы, я думаю, что много желающих примкнут в вашу школу драматургов. Я желаю вам удачи, отличного настроения. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь, увидимся на следующей неделе, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова